У меня есть одноклассники, которым дают в месяц по 80 тысяч. Может быть, конечно, у них какой-то свой бизнес уже в 14 лет есть, но что-то мне подсказывает, что нет. У меня больше. У меня есть одноклассник, у которого нет карманных денег. У них просто есть общий счёт, с которым он покупает всё, что хочет. Это не прикольно. Я с Егором продаю кетчуп для того, чтобы заработать на метро. Всем привет! Это подкаст «Собака с его дневник» с новым сезоном! В этом сезоне мы будем рассуждать на тему денег, как правильно тратить деньги, как их упрашивать правильно у родителей, как их правильно копить. Да, как правильно копить. И поможет нам в этом? Тинниковый банк! И, конечно же, он станет нашим партнёром на этот сезон, поможет нам разобраться с пониманием денег. Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Давайте начинать. На момент четвёртого сезона мне 13 лет. Мне 14 лет. И мне 16 лет. Это тот возраст, когда родители уже перестали с нами везде ходить и платить за нас. Но у каждого есть свои личные траты. Именно для этого существуют карманные деньги. Потому что кармашки нужны. И очень сложно договориться с родителями, сколько денег тебе будет выделять, на что. Возможно, мы сможем нормально договориться за этот сезон с родителями. Да и сами что-то научиться с деньгами вообще обращаться. Ну это да. До 12 лет меня не волновало присутствие карманных денег. У меня была одежда. И все мои базовые потребности выполнялись. Ела только дома. Потом, когда я поняла, что в Мак меня будут водить не родители, то я поняла, что мне нужны деньги. И когда мне исполнилось, ну в прошлом году, получилось 12 лет, я получила карточку от моего папы, на которую каждый месяц поступало 1000 рублей. Я обычно хожу в Макдональдс, покупаю все. И вот так они исчезают. Ну они сейчас увеличились. Сейчас там 1500. И после того, как недавно мои отношения с отцом каким-то образом ухудшились, я думаю, они сократятся. Прикольно. Да. Не, у меня просто как. Вообще, по сути, моя потребность в карманных деньгах появилась, когда я начала учиться в Москве. Когда мне надо из своего города ехать куда-то далеко. Тогда мне просто начали сначала давать полторы тысячи в месяц, а потом, ну как-то увеличилась на 2000. Карточка моя у меня появилась ближе к концу шестого класса, когда я ее очень долго вымаливал. Вымаливал я ее по странной вречению. У нас просто в школе, в буфете наличка не принимают. И, в принципе, для себя карточку. Я тогда рассматривал как, вау, я теперь могу покупать пиццу в столовке. Вау, класс. А потом, ну, понял, что это просто удобнее. Как, по-моему, все свои деньги тогда сразу туда перевел. Такой, вау, я крутой, как в кино. Ты, кстати, знал, что некоторые экономисты считают, что лучше расплачиваться наличкой, а не картой, потому что людям легче прощаться с деньгами какими-то не физическими. Типа, ты больше думаешь о покупке, если у тебя наличкой. Вообще-то, вообще-то, лучше все-таки, конечно, деньги хранить на карточке. А еще лучше, если ты будешь хранить деньги на карточке нашего спонсора Тинькофф. А именно на его дебетовой карте Тинькофф Джуниор, созданный специально для детей. Потому что на этой карте твои деньги будут не просто лежать, чтобы ты их потом скучно взял и скучно потратил. Они будут работать на тебя. А также ты можешь открыть счет-копилку, на которую положишь какую-то часть своих денег, и они будут с процентом потом тебе возвращаться. Забирай мои деньги, только уйди. Не знаю, я просто обычно свои из двух тысяч полторы выжираю в первую неделю, поэтому остальные пятьсот я их ощущаю как физические, и потом просто так, ну здесь тридцать рублей на троечку, тут полтинничек на стрелочку, вот и закончились денежки. Егор! В общем, до определенного возраста, думаю, до лет 13-12, у меня было так же, как у Ануши. Я не особо нуждался в деньгах, и в основном ел дома, гулял с друзьями, но мы не тратили деньги. Но потом резко моя жизнь изменилась, и спустя столько времени мы с родителями пользуемся системой, когда не переводят деньги на месяц вперед, и еще докидывают на что-то, что мне нужно. Меня все устраивает. Егор, сколько тебе дают в месяц? Да потому что мы циферки назвали, адресовали. Мало говорить, поскольку мне дают в месяц. Потому что ты выглядишь по сравнению с нами. С счастливым ребенком. Нет, на плане, что, короче, я не знаю, как это работает, но смотри, например... Ну тебе просто конкретной суммы не дают вроде. Тридцать-пятьдесят. В моем случае день, который получают родители, это деньги не только на проезд и на еду, это деньги на все, что мне нужно в данный момент, поэтому сумма у меня выходит больше, чем у ребят, но это неудивительно. Ну окей, давайте просто, чтобы мы обрисовали. Егор сказал у него это что? За август на карте у меня вышло двадцать одна тысяча рублей. Отлично. Больше шесть у меня уходит, ну, одежда на супермаркеты, подарочки и фастфуд. У меня три тысячи рублей в месяц. Это дорога, еда и переводы. Ну какие-то так, чисто чувакам каким-то вернуть или наоборот получить. И у Ануши? У меня полторы тысячи рублей в месяц. Я прям расписала. Пятьсот рублей это приезд, пятьсот рублей это Макдак. И оставшиеся деньги я накапливаю на билеты на концерт. У меня есть одноклассники, которым дают в месяц по восемьдесят тысяч. На что они тратят восемьдесят тысяч? Как бы куда они их девают? Потому что вот пока я вижу, никакие рестораны, дорогущие после школы, они не ходят. Никакие, типа, прям в школе себе кроссовки от Off-White не заказывают. Куда? Может быть, конечно, у них какой-то свой бизнес уже в четырнадцать лет есть, но что-то мне подсказывает, что нет. В общем, Вань, мы хотели бы узнать, реально, на что тратятся такие деньги в месяц? Я, наверное, могу спросить у одной девочки. У меня больше. У меня есть одноклассник, у которого нет карманных денег. У них просто есть общий счет, с которым он покупает все, что хочет. Ну, не знаю, это прикольно, наверное. Это не прикольно! То есть, подожди, я прям понимаю, что они могут потратить на себя деньги, которые на квартиру лежат? Типа за ЖКХ заплатить, за воду, за электричество? Как бы, чувак, нет, он очень хороший, но... Вот серьезно, он выходит с огромным пакетом из Макдональца? Да, я с Егором продаю кетчуп для того, чтобы заработать на метро. А в чем прикол? Подожди. Ну, у нас... Мы просто решили прикол... Что? Зачем покупать кетчуп, если продать кетчуп, чтобы получить денег из-за кетчуп, когда у тебя изначально были? Что? Мы просто хотели это по приколу. I've got some questions about your economic skills. Охрененно тупая идея. Ну, так купили или нет? Нет, мы просто положили его, музыканта, в футляр, потому что мы не знали, куда его деть. В общем, так получилось, что девочка, про которую я говорил, ну, я немножко всех обманул, потому что я когда у нее спросил, типа, может ли она рассказать, она сказала, что нет, потому что это очень кондициальная информация. Поэтому я спросил у своего друга, которому дают чуть-чуть поменьше, 30 тысяч в месяц, потому что... Ну, это все равно большие деньги. И давайте послушаем, как он на него ответил. Спойлер, ответил он очень странно. Ну, смотри, мне переводят около 25 тысяч рублей в месяц именно на личные расходы. Тысяч 10 за месяц у меня уходит на какую-либо еду, на перекусы и так далее. 500 рублей. Еще где-то 5-10 тоже уходит на такси. Я не знаю, где он их выкатывает, если честно. Остальные там сколько остается у нас? Ну, допустим, тысяч 5, да? Они у меня либо остаются иногда... Иногда. Либо я их трачу на подарки кому-либо, вот. Какие подарки в машинах? Нет, ну, типа, ну, может подарить просто так футбол какую-нибудь. Прикол в том, что когда 10 тысяч в месяц на такси, это совершенно многовато. Нет, ну, мне интересно, куда он их выкатывает просто. На Казахстан. Туда-обратно. Ваня, сколько тебе нужно денег для того, чтобы, ну, нормально тебе было? Я не знаю, на четверку, пятерку нормально было бы. Мне кажется, мне бы в месяц хватило бы его с головой, даже если бы я на что-то копил. Егор? Я, блин, понял, что сегодня 24 августа... Давайте Егору будет давать нам карманные деньги. 20 августа я попросил у мамы как бы определенную сумму на месяц, и за эти 4 дня я уже успел потратить 2500. Западно. Причем, я, типа, сейчас смотрю, там, типа, максимальная сумма была 380, но я не понял, куда все они ушли, там, типа, ну, реально было покупок не так уж много. Видимо, чтобы копить деньги, мне нужно просто сидеть дома и вообще не выходить. А вот у тебя сколько нормально было бы денег? Я думаю, в принципе, если мне не нужно ни на что копить, то мне нормально 1000 рублей, наверное, в месяц. Или 1500. Но это не точно. Ну, кому ты обманываешь? Ты сам сказал, что ты за 4 дня 3 потратил. Да, но, типа, так получилось. Да, я попросил полторы, потратил сколько? 4, нормально. Да, небольшой минус ушел, ну, ладно. А как реально эти... Я вообще не понимаю, может, это какой-то обман? Не, ну, давай, реально, сколько тебе надо? Ну, я думаю, реально, ну, 2000 максимум. Типа, госвапнемся. Да, вот умеется. Чувак, госвапнемся, мне дают 2. Смотри, смотри, у тебя карманы деньги, 21 тысяча. У нас полторы. Нет, это не... Ну, две. Все, хватит про 21 тысяч рублей. А давай нам деньги. Где деньги, Лебовские? Мы пришли за деньгами, Лебовские. Я не знаю, ну, может, больше. Ну, горе, на два куска в месяц поживешь. Вот в следующий месяц, я думаю, я как раз и поживу на тысячу, потому что уже будет школа, как бы во время школы у меня вообще нет трат. 20 сентября до 20 октября. Сколько ты потратишь? Не больше? Я думаю, даже не больше 1500. Хорошо, не больше полтора куска. На что спорим? На что спорим? Ну, на полтора куска, как раз. Слушай, давай не на деньги, давай. Если в итоге ты реально не потратишься, я тебя в Макдаке покормлю. Ой, спасибо, в Чивру Ирме купит. Ну, давай. А если я проиграю, то я тебя кормлю в Маке, да? Да, давай. Окей. Все? Забились? Нет, разбиваю. Лапу давай. Я всегда мечтала это сделать. А сколько вот тебе, кстати, было нормально? Ну, 5000. Понял. Надо что бы ты этот пятерик тратила. Да есть определенные вещи, на которые я коплю. Больше Макдональдса. Сейчас мы позвоним нашим родителям, чтобы узнать, как они рассчитывают, сколько денег нам давать, чем они вообще... Руководствуются. Руководствуются, да. Ну и просто, может, поговорим, по душам поспорим. Алло. Алло. Привет, мам. Привет. Привет. Здрасте. Здрасте. Можно стать вашим ребенком, пожалуйста? Ты не хотела дочку, мам? Мне страшно. Начали с каверзаного вопроса, правильно понимаю? В общем, вопросы. Как ты решаешь, на что ты выделяешь деньги мне, а на что нет? Ну, есть, наверное, необходимые вещи типа одежда. Почти для английского. Но чего я могу сказать, что мой сын, он очень хорошо умеет уговаривать. Иногда я понимаю, что эта вещь совершенно не является необходимой, но после часов, дней и недель поработки я вдруг начинаю верить, что она очень необходима. И вот я понимаю, что мной манипулируют, но поддаюсь. Из каких соображений вообще вы понимаете, какую сумму Егору дать? И ту сумму, которую он обычно просит на еду и на дорогу, я понимаю, что это нормальная, разумная сумма. То есть, если бы я услышала, дай мне на еду сейчас полторы тысячи, то я бы, наверное, напряглась, подумала, что ты собираешься идти в ресторан. А, собственно, по какому поводу? И мой сын обычно просит именно ту сумму, которую мне несложно выделить. И вот таким образом все происходит. А когда дело касается уже крупных покупок, вот тогда я начинаю думать, например, зачем платить в три раза дороже за бренд, потому что бренд не равно качеству. Да, и тут начинаются уже всякие размышления. Как ты относишься к тому, что я, например, могу просить какую-то сумму на месяц, а потом еще прошу дополнительную? Ну, я же отлично понимаю, когда я выделяю сумму на месяц не очень большую, что на самом деле меня будут еще сто раз просить о деньгах. Ну, это как бы нормально, потому что, наверное, люди в таком возрасте очень плохо умеют планировать. Я, в общем, тоже не очень хорошо умею планировать на самом деле. Поэтому я к этому спокойно отношусь. Но раз ты спрашиваешь, то, может быть, мы проведем эксперимент, и я перестану тебе выделять деньги время от времени. Мне кажется, это неправильное решение. Неправильное? Оно здесь неуместно. А как же? А учиться, а учиться планировать свой бюджет? Я учусь постепенно. Ну, смотри, мы можем ускорить обучение, я подумаю об этом. Мне кажется, это все должно быть плавно. Удочери Манушу. Давайте удочери меня. В общем, не забывай, что я еще скоро кроссовки буду покупать. Я даже в эфире это напомню тебе. Да. Пока. Окей, окей, пока, удачи. Алло, пап, привет. Тут не только я и Егор. Ему выдают 20 тысяч в месяц. Ты же понимаешь, что на полторы тысячи прожить невозможно. Понимаю, конечно. Но тебе и необходимо... Нет необходимости проживать. Я не знаю, какие у Егора расходы и какие у его родителей доходы. За 20 тысяч, чтобы просто мы понимали, да, люди работают за такие деньги. В Тверской области это средняя зарплата месячная у человека. Поэтому это не маленькие деньги для этой страны. Вот смотрите, да, собственно, я Егор. И вы говорите, что средняя зарплата, например, в Тверской области, если я не ошибаюсь, 20 рублей. Но когда вы покупали, например, AirPods, вы думали об этом? Потому что AirPods не формируют рынок. То есть вы могли выбрать любой другой вариант дешевле, но почему-то вы выбрали именно AirPods. С чем связан ваш выбор? Ну, я не считаю, что AirPods это такая вещь, которую я должен оправдывать как какой-то большой моральный выбор в связи с ситуацией в Тверской области. Да, AirPods это не дешевые наушники. В них есть какой-то уровень качества. Я могу себе их позволить. Я, например, хожу в дешевой одежде, езжу на метро. Мне не нужно оправдываться за то, как я в сравнении с Тверской областью. Мы немного отошли от темы. Мне хотелось проаргументировать, почему полторы тысячи. Это очень мало. Это немного. Но тебе не приходится покупать себе ни наушники, ни телефоны, не платить за свою садовую связь и так далее. У тебя очень многие расходы твои покрыты. Понимаешь? Более того, тебе не нужно платить за маникюр, за свои стрижки, за свою краску. Потому что это делает мама, конечно. Нет, это делает не мама. И не важно, даже делает ли это мама и папа. Но это ты делаешь не за свои деньги. Понимаешь? Кроме того, каждый раз, когда тебе что-то нужно, и мама, и я тебе это закрывают. Поэтому это не вполне чистый спор. А как именно ты выбрал эту прекрасную сумму полторы тысячи рублей? Как именно? Я выбрал путем переговоров. С кем? Ну, в частности, с тобой мы обсуждали это. Я слышу тебя, что ты считаешь, что недостаточное. Но мы можем еще вступить на этот путь переговоров. Что поделаешь? Я тоже часто недоволен теми деньгами, которыми мне приходится управлять. Всем не хватает денег. И его, уверен, с 27 тысячами тоже иногда кажется. Эх, не дотянул, не хватило. Понятно. Давай, пока. Чао, пока. Мои разговоры в подкасте с отцом обычно заканчиваются не лучшими разговорами в жизни. Я думаю, что я буду с ним говорить. Хотя, если у меня будет стабильный заработок с работы и одного-другого проекта подкаста, то, возможно, мне это не понадобится. Но, тем не менее, я считаю, что полторы тысячи – это мало. Вот и все. Алло. Алло, мам, привет. Да, привет, Вань. Я бы хотел с тобой поговорить. У меня первый вопрос к тебе такой. Как именно мы пришли к цифре 2000, которую вы мне выдаете в месяц? Мы? Ну, вы. Мы пришли к этой сумме абсолютно просто так. Решили 2000, ну окей, пусть будет 2000. А почему не три, не одна? Не ноль. Ну, наверное, потому что тысяча – это прям как-то совсем никак не распланировать, никак не распорядиться. А 2000 – уже вот что-то можно и отложить, наверное, и там, не знаю, с друзьями в кафешку сходить. Я сказала папе, пусть будет 2000. Папа сказал, ну окей, пусть будет 2000. Примерно так. Мы к этому пришли и это решили. А как бы ты отреагировала, если бы я попросил себе больше? Например, три в месяц или четыре в месяц, а может и все пять? Ты попроси и посмотрим вместе, как бы я на это отреагировала. Ты представляешь себе примерно как? Не знаю. Ну вот даже если при условии того, что я эту 2000 проедаю в первую же неделю и потом допрашиваю. Ну вот, смотри, если бы я просил условно четыре или пять, но при условии, что я у вас в месяц больше денег не спрашиваю. То есть вот у меня пять ровно на месяц. Укладывайся как хочешь. Слушай, ну вот если ты сам готов к таким условиям, что реально у меня пять на месяц и все, укладывайся как хочешь, и больше к родителям не подходи, то можно попробовать. Ты в себе уверен в первую очередь? Ну если вы дадите, я могу попробовать. Если ты сам готов, то я тебе предлагаю не называть сумму в 5000, в 4000 или в 3000, а сесть и посчитать. И уже эту сумму мы будем с тобой обговаривать. Хорошо. Ну давай тогда я домой приеду, поварим, покумекаем на эту тему. Спасибо, мама. Ну давайте. Пока-пока. Мне не нравится идея того, что это один раз в месяц, и когда мне действительно нужны... Ну то есть, например, за два дня до выдачи кроманов денег, я увидела, что на концерт моей любимой группы осталось три билета. Ну они стоят 3000 рублей, и если я получу сейчас эти 1500, то я смогу их купить. И я хочу позвонить и попросить дать мне эти 1500, просто тебе чуть-чуть пораньше. Мне их не дают. И в итоге как бы просто бессмысленно, потому что я не могу копить карманные деньги. Мама мне авансом деньги не дает. Если просто я попрошу у нее пораньше, типа, вот смотри, мама, у меня сейчас не осталось ничего на карточке, типа, до следующего месяца, пожалуйста, можешь мне 500 рублей из следующего месяца дать? А типа, в следующем месяце дашь мне полторы. Мне такого не делают, потому что, типа, ты дурачок. Нет, конечно, что же. Мать, ты дурак совсем. И поскольку ящерица не устроила маму, Ваня предложил другой вариант. Ситуация, которая была в жизни. Я пошла со своей подругой в Читай-город. Магазин уже закрывался, я выбирала самые дешевые тетрадки. В итоге я подношу, мне не хватает, я прошу накинуть. Понимаю, что даже если накинуть, у меня не будет денег. И в итоге я ничего не купила, я очень расстроилась. Это реально грустно. Я даже не помню, что у меня подобные истории были, потому что, если я позвоню и скажу. Мама, я все проел в первую неделю, пожалуйста, дай мне на дорогу, мне ехать не на шцены. Она хоть и сделает... Но она все равно скинет. В общем, мы узнали, у кого какие проблемы с деньгами. И поэтому решили устроить челлендж местеньким банком, чтобы к концу сезона каждый научился с ними справляться. Я хочу поехать на концерт группы «Нервы» в Питере 17 апреля 2021 года. Для этого мне нужно накопить на билеты туда и обратно и на билет на концерт. Это, я думаю, около 12 тысяч. Я хочу накопить на кроссовки Джорданы, которые сейчас ныне популярны. И я выбрал себе неплохую модель Миды, за которую, конечно, Егор меня потом будет гнобить. И это мне обойдется примерно тысяч в 15. А что мы придумаем Егору? Если мы со мной что-то копим, Егору надо придумать что-то поинтереснее. Давай, вот наш спор будет твоим, собственно, челленджем. Потому что ты без учета подарочков там всяким, а то я слышал у тебя в октябре много друзей, у которых день рождения, должен прожить целый месяц на полторы тысячи рублей. Адские условия, я буду вариться по котлу, видимо. Да, хотя сколько, 15 минут назад ты сам говорил, что... Я самая лучшая во всех делах. Призом станут пять тысяч рублей на наши прекрасные, самые красивые карточки Тинькофф Джуниор. Важно, мы не соревнуемся друг с другом, и пять тысяч в любом случае упадут каждому, кто выполнит, собственно, свой челлендж. Мы предлагаем вам тоже поучаствовать в челлендже, завести карту Тинькофф Джуниор по ссылке o.tinjkoff.ru. И тоже пытаться работать, копить деньги, и кто знает, может быть, вы наберете даже больше, чем мы. Вообще-то, как бы, один из главных для меня плюсов, это то, что Тинькофф Джуниор бесплатный, ничего вообще платить не надо. Ну, а также, в чем прикол, просто твоя карточка привязывается к карте Тинькофф твоего родителя, это получается целых две карточки по цене в ноль рублей с полным обслуживанием, но я считаю, неплохо. В каждом выпуске мы будем говорить, что с нашими финансами происходит. Поехали. Поехали. Давайте поговорим про занимание денег у родителей, потому что это больная для меня тема. Типа, что тебе дают деньги родители, а потом тебе надо их вернуть? Да, это отвратительная вещь. Ну, начнем с того, что в детстве я очень любила спорить со своим папой, очень любила, в основном на деньги. Может быть, вот почему у меня нет денег, потому что он такой, а ну же, давай поспорим на то, что сегодня пойдет дождь. Я такая, давай, а он просто посмотрел прогнозы, я не додумалась. И мы играли с ним в игры на спор, на споры я все время проигрывала. Ну, я подумала, что еще я у папы заняла 2000 рублей, и мне приходилось их выплачивать, и вместо того, чтобы покупать подарок другу. Но с мамой, я думала, все будет лайтовее. Год назад занимала у нее 3000 рублей на покупку билетов на концерт Алену Швец. Теперь она не дает мне денег в принципе, потому что, когда я прошу у нее денег, она такая, нет, а как же мои билеты на Алену Швец? И теперь я считаю, что занимать денег у родителей, и ребенок должен вернуть 2000 родителей, у которого эти 2000 есть. Это очень странно. Да, мне кажется, это неприятно. У меня вообще какая-то тема. Если я попрошу в долг, и у мамы хорошее настроение, или это какая-то большая покупка, типа вот как компьютер, это очень странно работает, я сам до сих пор не понял, как. Я могу попросить в долг, и мне скажут, ну, что это, не возвращай. Или типа, ну вот у тебя сколько там есть, вот сейчас половину от этого верни и забей. Это так работает. А если, ну типа, на что-то такое прям ерундовина какую-то я вот для себя, блин, мама, хочу, хочу, хочу. Она говорит, ну, бери. И мне за это потом, за все надо будет деньги вернуть, что типа, вот я взял 799, верни, пожалуйста, 799. Мне по настроению выдают. Мне кажется, это странно, типа, настроение, потому что, когда тебе нужны деньги, очень у родителей плохое настроение, и в итоге тебе ничего не дадут. А ребенок тогда очень нужна, а потом у них хорошее настроение, и ты такой, ну, мне нужны денежки им бы. Вот, они такие, ну, ладно, вот. А тебе они нужны были тогда больше. Ну, как-то так. Поэтому мне больше нравится стабильность. Что у нас имеем в итоге мы после первого выпуска про наши карманные денежки? Ваня и Ануша не особо довольны тем, сколько им денег выделяют, и они хотели бы побольше. А ты бы хотел поменьше. Я поспорил, да, с Ваней, что я проживу месяц на полторы тысячи рублей, так что да. В общем, ребятки, тратьте кармашки, карманные деньги с умом. Ну, весь сезон будем учиться, как правильно тратить, распределять карманные деньги. Потому что, как вы поняли, мы этого делать не умеем. За четыре дня сливать, как бы, все, что на месяц, это странновато, да. Слушайте нас везде, где вы нас слушаете. Да, следите за нашим прогрессом в умении распределения финансов. Да, спойлер, и его не будет. Ставьте нам пять звезд, не меньше. Пишите приятные отзывы в Apple подкастах. Подписывайтесь на наш инстаграм собакаст, который умер, но мы его возродим. Да, а также не забывайте, конечно же, подписаться на нашу группу собака с ледневник, где вы можете послушать все свои любимые выпуски. А это был Ваня. Это был Ануша. Это был Егор, и услышимся с вами в следующем выпуске. Пока. Пока.